Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео, очень даже интересно, и в этом видео я вам покажу новый спойлер, глобальное обновление, там показали 3 очень интересных скриншота, и сегодня мы это все посмотрим, разберем, там и так далее. Но перед этим хотел бы вам сказать, что вы красавчики реально, набрали 300 лайков, как и я говорил, и я как бы уже запустил конкурс в своей группе ВКонтакте, так что ссылочка на конкурс будет в описании, конкурс на 10 миллионов, 10 призовых мест по 1 миллиону. Шанс выиграть есть очень большой, поэтому пацаны просто не ленитесь, переходите по ссылке и участвуйте, условия очень простые, и как бы шанс выиграть тоже очень большой. Ну а перед тем, как мы начнем, хотел бы напомнить также, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, на первом скриншоте у нас получается Батыриба, в этом видео я вам покажу именно самые свежие новости, которые я знаю. Я не буду вам показывать там новый лаунчер, новые настройки, потому что, ну, это все видели в принципе. Я именно покажу самые свежие скрины, мы их подробно разберем, я вам покажу, что я увидел, там расскажу об этом и так далее. Я думаю это будет интересно, поэтому пацаны давайте здесь наберем 200 лайков, набирайте 200 лайков и выходит новое видео. Кстати пацаны, я извиняюсь за то, что давно не было серии, я как бы обещал, что будет 200 лайков и выйдет новое видео. Вы набрали 200 лайков, но как бы, ну, не было идей, пацаны, не было идей, что записать. Вы всегда пишите, почему так мало серий выходит по мазингу. Да потому, что сейчас на мазинге очень скучно и нечего снимать. Поэтому серия выходит, когда есть идеи. Если есть какая-то хорошая идея, то выходит серия. Снимать, что попало, я как бы не хочу, поэтому вы должны это понимать. Просто ждите, терпите. Будет хорошая идея, будет видео. Нету идей, серии не будут выходить. Вы как бы должны это понимать. Это у нас получается Батырево. Что мы здесь видим? Что будут новые дома, новые здания и новый вокзал. Мы, получается, видим конец Батырево. То есть оттуда начинается у нас Батырево и здесь заканчивается. Там, где мы стоим. И здесь мы видим, что компанию берут. Здесь мы видим новые таблички Батырево. Итак, здесь мы видим то, что у нас будут такие новые домики, новые подъезды, в которых можно будет жить. Как бы вот чекпоинт у нас такой желтый. Вот такие вот красивые домики. И они, скорее всего, будут по всему Батырево. Потому что вот здесь мы тоже их видим. Также я заметил, что будет либо это особняк, либо это будет элитный какой-то дом. Я, честно говоря, не знаю. Как бы вот мы видим то, что за деревьями, за столбом находится какой-то очень пиздатый дом. Но я точно не знаю. Скорее всего, это будет чей-то дом, либо это будет особняк. Но для особняка он какой-то маленький. Но, скорее всего, это будет какой-то очень элитный домик, который будет стоить там около 30 миллионов. Также здесь мы видим то, что убрали дом возле, получается, автошколы. И саму автошколу тоже убрали. И вот это, по-моему, у нас как раз... Давайте я еще сильнее увеличу. Именно вот это у нас, получается, будет новый вокзал. И вот здесь тоже какие-то новые домики. Там новая администрация будет и так далее. Итак, следующий скриншот очень интересный. Это у нас, получается, я так понял, Батырево. Ну да, вроде бы это Батырево. Ну вот здесь написано, вот, вокзал ПГТ Батырево. И здесь что нам показывают? Нам показывают новые столы, как оно будет выглядеть. Вот здесь написано станция технического обслуживания. Шиномонтаж. Кузовной ремонт. Тюнинг. Бля, вот это реально очень круто, потому что, ну, как бы, я владелец СТО на Мазинге. Если что, у меня есть СТО, она находится в Арзамасе, возле ТРК. И я очень хочу, чтобы обновили СТО, и там был новый тюнинг. Ну, скорее всего, как бы, это и будет, потому что, вот, мы видим новый СТО, новый тюнинг нам тоже, в принципе, показывали. Поэтому все будет хорошо. Главное, чтобы мы СТО, как бы, перенесли, а не убрали полностью. Если его перенесут, как бы, ну, это не страшно. Если СТО уберет мою полностью, то это будет очень плохо, потому что я всегда мечтал и хотел себе бизнес СТО. И я уже владею им, ну, где-то около пяти месяцев. Я владею уже СТО, и я очень доволен этим бизнесом, и продавать его не хочу. Но здесь мы видим не только СТО, мы видим еще новое здание администрации. Потому что, если посмотреть по миникарте, вот, вот мы видим значок, как бы, здания. Значок, как бы, администрации. И мы видим новое здание, как бы, оно теперь будет выглядеть именно вот так вот. Как бы, мы его не можем нормально посмотреть, потому что его закрывает СТО. Но мы знаем теперь, что будет новое здание администрации области. И это очень круто. Следующие скриншоты, пацаны, будут прям очень свежие, потому что они вышли буквально вчера в группе. Группа, если что, глобальное обновление. И они выкладывают туда фотографии. Итак, что мы здесь, в принципе, видим? Ну, мы, в принципе, видим то, что у нас изменилась эта штучка такая. Дата и время, как бы, она изменилась. Вроде бы, как она была другая. Скорее всего, можно будет менять полностью интерфейс. Но здесь мы видим именно то, что будет железная дорога идти через всю карту. Здесь видим то, что будет за горелью гоночный трек. Ну, я не знаю, блин, типа, возле, как бы, поселка ставить гоночный трек. Ну, в принципе, прикольно. Я не знаю, возможно, там что-то будет новенькое на этом треке. Но самое интересное то, что, ну, как бы, где особняки? Да, пацаны, где особняки? Особняков здесь вообще нету, как бы, ну. Здесь только есть железная дорога и есть Анашан. А особняков-то нету. Но если посмотреть, в принципе, на мини-карту, то у нас здесь будет рядом находиться рублевка. Вот видно дома, которые будут, получается, именно в этом. В гореле. Типа, неужели с такого большого расстояния видно дома, которые находятся в гореле? Возле Анашана нету домов на этой стороне. Только есть дома в гореле. Я не знаю, короче, как это работает. И здесь видно, видите, тоже будет дом. Поэтому, возможно, как бы, отсюда уберут особняки, их перенесут чуть-чуть дальше просто, вон туда. Просто нам этого не показывают. Возможно, там дальше, именно в левую сторону, будут, как бы, получается, особняки напротив рублевки. Так, здесь мы видим то, что вон там находится рублевочка у нас, как бы, вот. Вот здесь у нас находится рублевочка, здесь воздушный шар. Там у нас еще рыбалка будет, но это все понятно. Так, нет, я удалить не хочу. Чуть не удалил скриншот. И здесь мы, как бы, видим новый мост. Ну, вроде бы, да, это новый мост. Честно, Мазинги совсем другой мост. То есть, у нас будет железная дорога по всей карте. Ну, это, в принципе, все понятно. Здесь у нас еще какой-то дом, кстати, будет, видите, в южном еще какой-то домик будет. Возможно, даже на этой горе какой-то дом находится. Либо за горой находится какой-то домик. Потому что мы видим по карте, по мини-карте, то, что там находится дом. Итак, смотрим следующий скриншот. Здесь мы видим, как бы, новую остановку. Она выглядит будет именно, как бы, вот так вот. Вот такая будет именно новая остановочка. Симпатичная, симпатичная такая современная остановочка. Так, больше мы здесь, в принципе, ничего не видим, мы видим то, что убрали, как бы, эти отбойники, отбойников пока что здесь нету, поставили новый знак, там мы видим, в принципе, мост, выглядит очень даже симпатичная остановочка, в принципе, новый скин будет, ФСБ, это намек, наверное, на новый модпак, то, что будет, ну, скорее всего, как бы, новый модпак выйдет с новым глобальным обновлением, хотя, возможно, модпак выйдет даже раньше, но это не точно. Как бы, здесь нам просто показали то, что убрали отбойники, новая остановка, новый скин, новые знаки, в принципе, красивые, ну, в принципе, вот и все, как бы, ничего больше нового я, как бы, не увидел. Ну, что же, пацаны, вот так вот получилось видео, надеюсь, что вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте на этом видео 200 лайков и выходит новое видео. Также не забывайте, что проходит конкурс на 10 миллионов, ссылочка будет в описании. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok